И так, ребят, ещё раз всем привет, кто только что подтянулся. Возвращаемся на вторую карту сегодняшнего матча. По-прежнему играют у нас VGT против BS. Они же без слива. И VGT это WeJustTripe. Да, по-прежнему это всё ещё 13 сезон 7 серий. Ну, посмотрим. Опять же, первая игра была очень интересная. На 20-й минуте или на 15-й минуте Rampageable. Посмотрим, что у нас будет сейчас. И видим мы First Pick Nevermore. Оформляют у нас ребята из Бесслива. Они же BS. И... Ну, пока что не смотрят, не видим, чем отвечают у нас VGT. И не суть. Висп, Дарксир, Дум и Слардар у нас в бане. Опять же, есть Алхимик, но ставлю золотые коронки, не знаю, бабушкина, на то, что всё-таки его не будет. Хотя, опять же, может быть всякое. Шейкера и Дазла берёт у нас команда VGT. Опять же, два очень неплохих саппорта. Дазла я открыл для себя недавно. Поиграл за него, тоже хороший герой, мне понравился. И Ancient Operation забирает себе команда BS. Да, команда BS не отметилась, что она команда BS. И теперь я буду по три часа вспоминать их. Не знаю, в первой игре они были отмечены каким-то командным тегом. Сейчас их этого нету и у меня опять трудности. Ну, это мои локальные проблемы. Но у меня всегда, я в каждой игре, в каждой игре когда-то такое происходит, жалуюсь. Виндрейнджер. Отправляться в банду. Я дико извиняюсь, что у меня с горлом опять. И Queen of Pain, и Templar Assassin. Заводили кучу мидеров сразу. Это интересно. А что остаётся в мид-то у нас такого? Так, я что-то не могу вспомнить ничего путёвого. Алхимик. Ну, третьего не дано. Должен быть Алхимик. Алхимик напрягающий товарищ, кстати. Я против него, ну, как бы не стоял, потому что я в миде не играю. Но, опять же, очень напрягающий герой. Потому что я не играл против него, не знаю, что я этого не знаю. Ну и ждём. Опять же, Huskar отправляется в бан. И Гирокоптера берут VG-кир. Но теперь я знаю, за кого я болею. Это явно команда Беслио, потому что, ну, так я не люблю Гирокоптера. Не знаю, как это у меня личная неприязнь. Ну, почему? Просто не люблю его. Так что смотрим. Тускар, да, очень расхваленный герой. Опять же, все его очень сильно любят. Я, в принципе, солидарен с ними. Но, не знаю. Надоел. Тускара действительно надоел. Я думаю, вы должны фиксануть, потому что, ну, как бы, насмотрелись на Тускара. И, кстати, вот у меня такой интересный вопрос. Хоть когда-нибудь начнётся мета, в которой Кунга будет что-то делать? Кунга, по-моему, это герой, которого нужно срочно переделывать вообще под ноль. Потому что герой ни о чём. Сейчас играть им практически невозможно. Да, сейчас, конечно, в чате меня будут убеждать, что да ещё баф от корабля и корабль, и сплэш её вот этот модный, и торрент. Это вообще лучшие способности в игре. Так всегда бывает, когда я что-то такое говорю. Но, всё равно. Герой сам по себе ни о чём. В дабле с кем-то, ну, с кем он там. Да, можно взять Бейнаа кого-нибудь и пытаться там, типа, кораблём под слип дать. Но это как бы, это тупо. То есть, ну, не знаю. Но, в общем, так никто сейчас не делает. Хотя у него есть интересные способности. Возможно, даже какой-нибудь Кунга Саппорт, в принципе. Вот Кунга Саппорт, он бы заходил. То есть, да, у него есть бесполезный сплэш для Кунги Саппорта. То есть, не нужно. Но, опять же, Нага Саппорт была. Почему не бывать Кунги Саппорта? Смотрите, у него есть баф от корабля. Очень интересный. Сам корабль. То есть, дизейбл АОЕшный. Плюс достаточно, ну, там не очень много даммежа, но... Пойдёт. Плюс торрент, это дизейбл. Плюс крест. То есть, это не совсем как дизраптор будет. Глимс, естественно, поинтереснее. Но, опять же, крест сам по себе... Такой тоже весёлый скилл. То есть, по-моему, будет неплохо. Так что, возможно... Да, Тинкера добирают у нас в VGT. Опять же, Тинкер был неплох в первой игре. И Бистмастера. Судя по... А куда Бистмастер пойдёт? Наверное, это Саппорт Бистмастер. Тускар стоит соло. Эншент Опарэйшн с Бистмастером. Невермор, соответственно, мид. И нужен кто-то в триплу. Хотя, возможно, Бистмастер пойдёт соло. Опять же, заявлять я не могу, что... С стопроцентной уверенностью. Неужели вернулась мода на Тинкера? Это какая-то локальная мода у команды VGT. Опять же, мы видели недавно команду, которая очень любит визажа. Что, как бы, достаточно экзотично для... Последнего времени. Так как, ну, не заходит как-то визаж у нас. Опять же, ну, только, там, в какой-нибудь комбинации с Траксой. Но, опять же, Тракса, сама по себе, герой очень немобильный, очень деревянный. Играть ей так медленно. Ну, сейчас посмотрим. Опять же, два пика осталось. И в бан отправляется нас Сларк. Неплохо, но мне... И Спирит Брейкера забанила команда. Без слива. Без слива. Ну, я, блин, ну, почему они не написали? Я хочу, чтобы было подписано. Чтоб я просто смотрел, как они там называются. Не хочу ничего запоминать. Хочу читать и называть их. Да, насчет стримов они недолго пропадали. И я вернулся, надеюсь. Теперь будет каждый день минимум одна карта. Одна игра. То есть, и две карты, это минимум. Там будем смотреть. Опять же, университет плюс скоро сессия. Так что, ну, я думаю, вы понимаете, что сейчас не самое благоприятное вообще для стримерства время. Ну, и смотрим. Опять же... Ой-ёй-ёй. Ласт пик Акс. Ну, это соло Акс, скорее всего. Хотя, на самом деле, было бы интересно посмотреть какой-нибудь дабло Акс Дазл. То есть, Акс всех... Ну, нет. Это будет, скорее всего, соло Акс. Я не люблю его. И Джаггернаут. Да. Отличный пик. Но пик Беслио мне определенно нравится больше. Потому что у меня нет гирокоптера. Но если, как бы, убрать гирокоптера, я не шучу, на самом деле. А, тут... Нет. В любом случае, мне нравится больше пик у... 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 У Беслио. Потому что есть Джаггернаут. Есть Невермор. Есть... Ну, и всё, в принципе. Мне больше для счастья ничего не надо. Было бы у них вместо Джаггернаута антимаг. Было бы вообще топово. Но Джаггернаута нету. Ой, Джаггернаута. Антимага нету, есть Джаггернаут. Чё я вообще несу? Ну, и ждём, пока разберут своих героев. Игроки. Очень-очень долго. Тускара и Невермора никто не хочет брать. Ну, Тускара я бы тоже не взял, конечно. А вот Невера... Ну, а вообще Кунка Саппорт, я думаю, это интересная вещь. Но вряд ли хоть есть такие команды вообще, которые готовы это как-то попробовать. Ну, а я имею ввиду... Я имею ввиду, как бы, профессионального уровня. То есть, понятное дело, что какие-нибудь в Семи-серии, или даже в Про-серии, там как бы есть такие, наверное, товарищи, которые... Просто я ж не один придумал это. Но придумал сам, на самом деле. Если вдруг... Просто я, на самом деле, заметил такое, что я что-нибудь прикольное придумаю, а потом оказывается, что это за 20 лет до меня придумали. Нет, я почему-то решил, что это сам. И, кстати, я вот хвастаться не перестаю. Я предполагал ещё давно, что Наго Сирена очень неплохой саппорт, но она ситуативная, и в нынешней мете, естественно, заходит очень печально. Хотя, если взять под неё какой-нибудь Дазла, какого-нибудь Невермора, то, в принципе, во-первых, будет очень много минус-армора, потому что она Риптайдом дебуафает плюс. Мне кажется, было бы интересно. Но, опять же, я вряд ли увижу это. Но если бы я был Айсфрогом, я бы что-нибудь придумал. Но, опять же, там либо Торрент надо пофиксить, чтобы он был либо действительно побольше радиусом, либо чтобы он, например, там, ну, как-то замедлял серьёзней. То есть дэмэдж добавлять ему не надо? Ой-ой-ой. Серьёзный перефарм пошёл от команды VGT. Забирают они кабана. Я, кстати, так и не понял, как он фига на кабан называется? Потому что он как бы нифига не кабан же. Он как-то этот сменюк. Из Рошпита быстро вылетает, нападает на Шейкера, но убить его пока что не хватает. Флэгкэнон? Молк. Серьёзно, флэгкэнон вкачал? Флэгкэнон. Ой, это не то. Вот у этого флэгкэнон. Да, серьёзно. Я-то, конечно, тупо, по-моему, насколько я понимаю, это с Экинфиртблад сделать невозможно. То есть, типа, три атаки можешь по всем дать, ну вот, ты дал три атаки по джиггернауту. Ничего себе. У него нет 100 хп. А как бы Роккбараш, но он, в принципе, мог бы залететь получше. Хотя, ну, опять же, да. В драке 5 на 5, Геррокоптер на первом уровне такой себе, товарищ. То есть, если он не зажмёт нам никак одного, не выцепит одного, чтобы Роккбараш залетел по одному, то, в принципе, он не особо интересный. И смотрим, что у нас тут по линиям. Дазл и Геррокоптер стоят против Бестмастера. Так, сейчас кое-что проверю. Так, против Бестмастера стоят. Здесь мы видим, у нас по лесам шляется... Ага, это лесной... Нет, это всё-таки Соло Акс, но, как бы, судя по всему, ему там жара, и ему там не понравилось. Или это Шейкер? Это Шейкер или... А, Шейкер, видимо, будет стоять Соло. Или я не знаю, короче, куда идёт Шейкер. И Кинкер стоит в миде. Стоит он против Невермора. Здесь на подхвате Ancient Operation. Ну и на топе просто халява. Стоит Джекернаут. Естественно, ничто ему вообще-то не мешает. Хотя сейчас не добил. Ну да ладно. Опять же, вот я не люблю эти катки. Что-то не так на хавчик пробивает после этих каток интенсивных, после всяких рэмпэйджей. Так что жрать что-то охота. А, видим мы, что тут... Очень интересная система вообще вардов. Это один и тот же? Фури и... Нет, это не один и тот же. А, ну, видим, что два дайровских варда стоят достаточно специфически, потому что я такого, не знаю, как бы это скорее всего мисплей какой-то, мисклик. Но ничего. Так, бестмастер. По идее, его забрать здесь будет довольно сложно. Опять же, нету толкового дизейбла. Есть акс, но это такое. То есть он, во-первых, должен вплотную подойти, чтобы задизейблить, плюс у него анимация довольно долгая. Так что если бестмастер будет просто по прямой отбегать, то есть вероятность, что рейнджа не хватит. Так вот. Ну, вот поэтому тут по дизейблам вообще у VGT все неплохо. Есть у них тут у шейкера большое количество дизейблов, есть, опять же, акс, который может, в принципе, как-то задизейблить, но в целом могли бы взять что-нибудь с нормальным станом. Но я не могу сказать, что как бы у команды ФБС тут что-то получше. Да, есть рор. Праймал? Да, праймал рор. Колдфит, который может не сработать, и скорее всего не сработает, если под это ничто не дать. А Nevermore ни одного дизейбла, то Скар, ну, как бы, Вулрус Панч это сложно назвать дизейблом, потому что он там секундный. Ну и Джаггернаут без дизейбла. Ancient Operation. Судя по всему, мы видим, что Афер с Блатом дает он колдфит, закатывается. Хотя тут, похоже, ну нет. Все-таки погибнет этот пацан, так же может, нет, но это тоже не погибнет. Погибает, естественно, Ancient Operation. Афер с Блатом дает он колдфит. Афер с Блатом дает он колдфит. И ставится пауза. Кстати, кто-нибудь замечал, что Ancient Operation похож внешне на руну ДД? Или один похож? Настолько у меня это какие-то странные сопоставления, но мне кажется, что аппарат очень похож внешне на руну ДД. Не знаю, почему мне всегда так казалось, еще не знаю, как только я в Доту вторую начал играть, я вот почему-то сопоставил его, что внешне они как-то похожи, какие-то одинаково такие. Ну, ДД нигде нет, так что сложно сравнить, прям уж так. По-моему, они какие-то очень похожи. Так что я думаю, что надо добавить Ancient Operation возможность, чтобы его съели и герой получал двойной урон. Это было бы экшен. Где арканы, нет, понабрали? Ага, я понял. Комбо из трех Shadow Rays. И что, это, типа, просто дать им надо? Ну, пишет у нас Never, и игра как бы продолжается. А First Blood за ними? Нет, не за ними, подождите. Never это UBS. А ФБ забрали BGT. Просто у Акса тут тоже был экшен, но мы видим, что Акса как бы забрать, естественно, не так просто. У него есть щиточек, у него есть колечко на армор. Ну, не знаю, Дазлу вообще надо было отсюда сваливать, потому что ему нужен опыт Аксу. Аксу нужен опыт очень сильно. Ну, и опять же, ботинок у него будет. Транквиллы скоро будут. Есть у него первый скилл. Так что, ну, опять же, мы видим, что здесь ганг-отряд направляется. Возможно, у гирокоптера будут некоторые трудности сейчас. Или не будут. Ну да, опять же. Так вот. Посмотрите, как она выглядит. Как выглядит он. Опять же, какие-то пупырышки ледяные на нем. Там и до этой штуки какие-то такие штуки. Так, ну, судя по всему, Ancient Operation и Tuscar выходят в мид у нас. Или не выходят. Да что они делают вообще? А я не знаю, что им делать. На самом деле, если они остались стоять здесь, то, в принципе, сейчас бы им, возможно, халяву зашел бы туда Earth Shaker. Сентрик поставили, заблочили отвод и довольно поздно. Но, опять же, он не настолько поздно, что, как бы, и сложно будет определить, что это вообще. Заблочен он или просто не получилось стакнуть, если он будет пытаться стакать снова. Все-таки проблемы у гирокоптера будут. Давайте посмотрим. Сюда перетягивается синий. Это Акс. И Акс сейчас спалит всю контору. Спалил контору. Видит он здесь Ancient Operation. Надо сагрить срочно. Сагрил, но уже слишком поздно. Погибнет здесь Tuscar. Tuscar погибает. Shaker также перетянулся. И можно кого-то попытаться подстанить. Подстанил он руну Double Damage Ancient Operation. И... Ну, не погибает пока что Ancient Operation. Но продолжает аркадить у нас товарищ Акс. Но... Опять же здесь Dazzle. Так что Акса довольно сложно убить. Ну и 2-11 на этот счет. Серьезно виджетин, наверное, должен быть настроен. Потому что первая карта была проиграна довольно обидно. Там было очень все серьезно. Здесь пока что рано. Давайте в минуте на 8-ой, на 10-ой посмотрим, что там по графикам, чтобы... Надоело мне раньше времени посмотреть на них. По крипстатам. Что тут у нас у мидеров? Nevermore 35 крипов. 13 крипов у Тинкера. Естественно, Тинкер не может ластить настолько же эффективно, насколько это делает SF-чик. Плюс SF, естественно, за счет пассивки огромная демешность. Плюс анимация намного удобнее у SF. То есть анимация у... Тинкера это убога. То есть она летит полчаса там как-то еще. Ну и вообще не чувствуется атака совершенно. Ну и мы видим, что как бы типа добить он вообще ничего не может. Так, Акс забрал ДД. Поджег он SF-чика. Так, и что, будет какое-то продолжение? Можно, может, сагрить. Ага, отрезали. Ну и что? Не, ну надо драться, наверное, на команде в ТВДЖТ. Только надо это сделать грамотно, а не как получится. Даст, судя по всему, здесь отдают. Он тратит грейд на себя. Нету колдауна, естественно. Невермор наносит очень много дэмэджа. Кабан, по идее, отдается на нейтралов у нас Дазл. Погибает здесь Невермор. Так что, естественно, в плюсе ВИДЖТ, причем очень серьезно, так как погиб от нейтралов у нас Дазл. Интересно. Нет, здесь тут в смерти-то пошло. Но опять же, на табло это вроде теперь не отмечается, что прикольно. И это 3-1. Невермор, естественно, совершенно не должен был сейчас погибать. Ему очень сильно нужно как-то перефармливать своих оппонентов. А, естественно, это не получится сделать, если он будет продолжать. Ну, подфиживать я не могу сказать, что он подфиживает, но ситуация, естественно, стрёмная. Так, и что у нас тут? Тинкер, судя по всему, будет выфармливать. Потому что этого явно не... Это явно не сможет выфармить у нас Акс, потому что его одолеют эти демоны. Молодец, Тинкер, машинками. О, выфармит. Ну да ладно. Что тут у герокоптера? У герокоптера левел 7, есть калдаун. Так. Далеко заходит ancient operation? Лол. Лол. Алло. Это не иллюзия. Да это настоящее, алло, вы что делаете вообще? Да. Ну, вообще, я не знаю, возможно, не знаю, Ваське переписывался дазово, потому что он вообще в упор не видел ancient operation, если бы он дал яд сразу, плюс Акс как-то начал перетягиваться, то, возможно, чем-то это и закончилось. А это же очень опасная игра была от ancient operation, а вот этот вард, по-моему, того не стоил, но... Хотя, опять же, ну нет, он явно того не стоил, плюс не будет никакого, по идее, давления на Т1 в миле, так что я вообще не знаю, зачем это было сделано. Давайте посмотрим, что там по общей ценности. Ой-ой-ой, а что вообще по графикам в целом? Давайте посмотрим. 2000 у нас ведет команда... Ну как так? А, Бесслива ведет 2000 по золоту, даже более... Более аж 2000? Да, более 2000, там прилично, кстати, больше 2000, и 1500 чипа экспе, то есть Бесслива, они как бы по сути выигрывают, здесь погибают с того же... Ну, не к тому же, вернее, погибает то Бесслива, опять же, Бесмастер. Но мы видим, что Невермор и Джаггернаут выформили огромное количество денег. Лол, я пропустил, у меня слэш по Шейкеру, Джаггернаут сделал этот фраг, я пропустил это, к сожалению. Смотрел, что здесь на боте, возможно, это было одновременно, судя по всему, судя по тому, сколько они воскресают, это, видимо... Кстати, я не знаю, почему зачалось за одну драку. Так вот, одновременно происходило со смертью Бесмастера, но мне кажется, что надо было все-таки посмотреть за Шейкером. Потому что все-таки Джаггернаут первый раз появляется на этой карте. Блин, я вот тоже хочу себе отдачу. Ну, зараза, столько стоит. Ладно. Хватит, наверное, монатки просматривать, все-таки надо сосредоточиться, а то я знаю. Я и так в первой карте половину первой игры пропустил, потому что я... Да, кстати, репортить зеленую точку, судя по всему, не придется, я не знаю, почему. Перед началом стримов у меня какой-то... Какая-то вообще дичь происходила, я вообще ничего не мог сделать. Я постоянно пропадала соединение со скайпом, со стимом, и вообще со всем, вообще всем, то есть у меня не открывались страницы, но при этом соединение я вам говорил, что есть. То есть... Вот. Но в целом... Кстати, Невермор какой-то ауэр. Все, я понял. Это все реборн с его какими-то графическими багами постоянными, но опять же, это мелочь. Это все мелочь, но вот не мелочь, это то, насколько перепармливает джиггернаут и Невермор своих оппонентов. Эджу Тинкера все очень плохо, у него тревела до сих пор нет. Да, на самом деле Тинкер пока что провальный, первая игра у него явно была лучше, то Скара здесь как бы даже не представляет насколько в опасном месте он находится. Так, отводит назад, пошел кулдаун. Так, не знаю, это Сноубол. Сноубол, судя по всему, подазнул. Нет, не подазнул, завкатывается по герокоптеру и пытается уйти. Это же здесь Невермор, но нет. Вот такой вот Слэм Данк и... Как он называется на самом деле? Ясно, Слэм Данк он называется. Блинк и что? Ну опять же, есть инфа по нему. Начинает накидывать Невермор, топоры и здесь Акс погибает. Доминейтинг он отдал СФ, естественно, ничего делать нельзя ни в коем случае. В итоге, по идее, размен крайне благоприятный для команды БС, потому что, опять же, доминейтинг плюс для своего Невермора и отдали всего лишь Тускара. То есть, по-моему, это неплохо. То есть, Невер и так печатает себя как сыр в масле, но сейчас у него все еще лучше будет. А что тут у нас дальше? Так, Сноубол закатывается и просто по какой-то Соло фраг пытался сделать у нас Тускара, вообще сделать пока что не получилось. Сюда огромное количество телепортов, в принципе, в этом нет необходимости. Четвертый левел Ancient Operation, это, естественно, полная отстойка, потому что ему, если бы была бы сейчас ульта, ни в коем случае не остался бы в живых. Что там по XP? Сильно вообще проигрывают? Нет, Ancient Operation, команда Ancient Operation выигрывает серьезно по XP, но, видимо, конкретно он здесь очень серьезно обделен к самым экспириенсам и видим, что мека у нас есть у SF-чика, кстати. А, я понял. Я понял, что он такой сверкающий, столько на нем бафов всяких разных, кстати. Ну и будем смотреть, опять же, лейт однозначно за командой BS, то есть гирокоптер жесткий, но пойму ему Невермор и Джаггернаут все-таки повеселее смотрятся. Но, будем смотреть, опять же, где он, как умер? Какой-то халявный соло-фраг, судя по всему. А, ну да, он еще был на хосте, как я пропустил этого, я не знаю. Но, опять же, что-то невнимательное сегодня, не знаю. Все, и я прошу прощения. Хватит пропускать фраги постоянно. Кстати, Джаггернаут пытается Battle Fury нафармить, что-то на мой взгляд это не обязательный артефакт для него. Я, конечно, всегда любил его через Battle Fury, но, как только я перестал, как бы я смирился с тем, что его так не играют, и тут же начали с Battle Fury. То есть, Мом сейчас, естественно, не в тренде уже, его пофиксили, он стал менее эффективен. И, по идее, Акс здесь будет погибать. Нет, Акс не будет погибать, он делает паут, и все у него хорошо. К тому же он спалил, судя по всему, контору все вот это. Но был бы Блинк или что-нибудь у Бестмастера, и Акс должен был здесь погибать. Появляется на 13-й минутке у Тинкера Travelog, где он? Кстати, очень вовремя перетутся, кстати, я не знаю, что это. Почему они решили, что нарушали враги? Не знаю, странно как-то было, то есть, там мы видим, что никого нету, и поменим. Ну да ладно, виджики как-то перенервничали, судя по всему, нервничают, естественно, хотят они забрать вторую карту. Первый выиграла команда БС, профессиональные чуваки, они поставили вот эти штуки, лампочки эти, так что... Да, мне тоже кажется, что будет 1-1, по крайней мере, я хотел, потому что, в принципе, я довольно положительно к обеим командам отношусь, так что, ну, ничья меня бы устроила. Хотя мне, в принципе, в целом, по большому счету, мне как бы все равно. Джекернаут наваливает, конечно, уже серьезно, опять же, у него пока что ничего особого нету, но он слэш там, это способность, в любом случае, очень серьезная. Так, что-то на топе, Акс, поджег он кабана, вот, в каком месте вот это вот кабан? Это какое-то семейство собачьих, или каких-то таких вот? Что-то я, не, 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 так, пошел колдфит по Аксу, замедлот, заходит Невермор, отличная фиссура. Ну, еще. Ну, видимо, никакой драки не последует. Есть инфа, по идее, где Акс. Да, блинкаут, и все хорошо, рор есть, а Т2, кстати, ближайшая вышка, по идее, можно было попробовать, но, опять же, возня какая-то происходит, я все жду, когда начнется драка, а драка все не начинается и не начинается. Рисует же Гернаут какой-то план по перетяжке, непонятно куда. А, это он сам себе и рисовал, я понял. Так, ладно, что тут вообще ситуация в целом, давайте посмотрим графики, графики как бы, ну, видимо, что скачут очень серьезно, но по-прежнему на стороне БС, по золоту, по золоту 3000 на стороне БС, это приличное преимущество, естественно, но, опять же, надо его реализовывать как-то, потому что со временем эти 3000 уже ничего не будут значить, но пока это серьезно. Блинкдайер и Транквилла мы видим, плюс Вангвард почти дофармил себе. Акс, скорее всего, это Вангвард, так как, ну, у него тут мы видим, что есть шарик и щиток. на Рошана, вот теперь заходит команда БС, то есть, я не знаю, если они сейчас не прочекают, то это будет, конечно, тупец. Лол, Акс, ты даже не представляешь, насколько. Ну, не зашел. Так, пошел Вив. Ну и что, они тут, да, Рошан падает, Джиггернаут, скорее всего, планируют забрать, да, Джиггернаут забирает Аегис, опять же, были не кратчи, было два кабана, плюс, вард. Ну и забирает Рошана, опять же, Джиггернаут, с Аегисом, теперь надо точно как-то реализовать его. Ну, не знаю. Ладно, они, скорее всего, собираются в Т1, но надо попробовать как-то, опять же, не стоит торопиться, в некотором случае, надо как-то играть более рационально, более грамотно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было что-то интересное. Джиггернаут, достаточно интересная позиция, опять же, если сюда кто-то зайдет, то будет для него печаль. Все помнишь, мету, когда играли Джиггернаут через Блинк, вот это было круто. Ну, как бы не то, что в мету, так пара профессиональных игроков делала, не знаю, как там в пабах, я не помню уже насчет пабов, но я помню, что было прикольно. Сейчас многовато телепортов на бот, и опять же, здесь остается печаль. Ситуация, ракетами очень больно отрывают от Джиггернаута всего 1000 хп. опять же, Джиггернаут никогда не был особо плотным героем. БФ на Джиггере это луз. Да, я, в принципе, согласен, что это не очень хороший артефакт на нем. Мне он нравится, но мне много чего нравится, как бы, я считаю, вообще, например, Рубико это лучший герой в доте, но, ой-ой-ой, этот бестмастер убил, он обратно, бестмастер убил гирокоптером, и не получается никак, опять же, никак не получается, несмотря на то, что их здесь трое всего, плюс они, ну, опять же, довольно боевые, товарищи. Не получается ничего сделать. Так, где тут Акс вообще? Акс тут с неграчами воюет. И по боту заходит команда БС, заберут они Т2, по боту, скорее всего, сюда летит. Он отменил уже? Да. Я думал, он куда-то вообще испарился. Должен забирать Т2, в принципе, нет возможности им как-то поменьшать, здесь Джиггернаут к тому же один еще, то есть... Да, простите, у меня что-то... Не знаю, что у меня с горлом вообще происходит, но мне это совершенно не нравится. Вот еще заболеть было бы топово, конечно. Ладно, некрачи 2-го левела довозят себе в бестмастер, ну, играть через некрачи это забавно. Не очень я люблю это, потому что некрачи это, как по мне, достаточно ретардная вещь. Ну, в смысле, как бы, я уважаю такую игру, на самом деле, играть через какую-то нагу сирену, которая там зажимает врагов на базе и потом 50 минут давит. Это забавно. Конечно, смотреть не очень интересно, вернее, смотреть за этим прикольно, но вот комментировать это полно отстой. И вот, некрачи, это тоже не совсем такие мужская, конечно, вещь, но мне нравится. Ну, просто конкретно герой, как бестмастер, мне кажется, больше интереснее играть им через блинк, или, например, через... Так. Да, Акс совершает серьезную ошибку. Не получается им добивать, и здесь он, скорее всего, погибнет. Олдфит очень поздно из-заца, Воларус, Панча нету, и просто Акс улетает. То есть ошибку он, конечно, совершил, но выживает. И здесь Невермор, лол. Невермор забирает Тинкера. Как он... Надо из-под кусок уйти, наверное. Опять же, я опять пропускаю фраги. Что вообще сегодня за день такой? Ладно, смотрим. Джаггернаут. Сашу Яшик переформит. Не нравится мне этот билд совершенно у этого пацана. Так, Фессура. Точный бласт, и что? Пытается до фейзах догнать, опять же, здесь Акс. Так, сагрили. У него Яггис у Джаггернаута быстро умирает. Очень серьезно прохилил его Даззл. Второй раз будут? Нет, второй раз не будут. Опять же, здесь рядышком уже и Невермор, то есть, которые тоже шутки в принципе не шутят. Ну, и будем смотреть, что там вообще дальше. Опять же, два расфармленных таких керри, это очень серьезно, плюс еще не лейта, они уже серьезно наносят серьезные повреждения, но так, что тут по Неверу? Так, пошел Рор, залетает по Аксу, а из Бласт, так, колдаун, колдаун неплохой залетает, Невермор проседает, юзает Реквием, Реквием не очень хороший, Даззл погибает, Гирокоптер погибает. В принципе, тут уже все понятно, на самом деле. И судя по всему, это не 1-1, это все-таки 2-0, потому что, ну, очень серьезно перехватили инициативу ребята из... Хотя, как бы, ну, сложно сказать, что они перехватили инициативу, она по сути всегда была у них, но, судя по всему, Бесслива, это идеальная команда, которая не проиграет в этот, по крайней мере, сегодня. Хотя, в прошлый раз, когда я комментирую их игру, они проиграли. Вот там как раз 1-1 было. И судя по всему, Аганим, ой, Аганим, Battle of Fury на Джайкере в данном случае не будет, не закончится лузом, потому что они чувствуют себя более чем уверенно. И я не знаю, как их разуверить все, потому что убить их пока что нечего. Да, есть, ну, опять же, я не знаю, как им так побеждать. Аксон не зашел, и все. То есть, Тинкер не зашел, ничто не зашло здесь, ну, Герокоптер как бы норм, а все остальное такое себе. То есть, не похоже, чтобы VGT как-то очень хорошо наиграли эту стратегию через эту, ну, не знаю. Я не оценил как-то. Акс пока что не особо полезен, то есть, да, у него счет в целом неплохой, но вообще, как бы, так себе зашел герой. Но опять же, в этот раз хотя бы не было, они рэмпэйдж не отдали, потому что на прошлой карте был халявный рэмпэйдж, просто это было, естественно, приятно для Квапы. Но здесь Квапы-то нету. 15 секунд, да, у меня слэша, и сейчас будет что-то интересное. Опять же, он встречает здесь. Есть инфа по джаггернауту, должны его идти убивать, наверное. Опять же, здесь рядом только Невермор и их двоих. Лол. Сатир, демон, что ты делаешь? Сагрили джаггернаута и знает только Бен Невермор, что он разгоняет просто четверых. Да, сюда перетянулся, к тому же, уже Тускар, но опять же, в любом случае, мистмастера не было и Ancient Operation не было. Но, судя по всему, не было так же инфы, что их нету. Потому что, что у нас видит команда VGT? Есть вард вот здесь вот, какой-то странный такой опасный, и вард вот здесь вот. То есть, нет никакого вижена в лесу во вражеском, нету вижена в своем каком-то, ну, то есть, на входе в свой лес только есть. И вот здесь, то есть, непонятно, где вообще находятся игроки команды BS. Так что, тут все не очень хорошо пока что складывается в VGT. Что тут у нас у гирокоптера? У гирокоптера Aquila Dominator. Пока что, больше ничего нет. Хотя же мы видим, насколько пока что смешные повреждения наносят. Так что, вот так вот. Ладно. Кстати, я вот думаю, если бы Дум мог съездить Энженов, было бы забавно, если бы они наносили, ну, как бы, приносили ему мало золота, но пассивки он их получал. Айсбласт залетает по Тинкеру. Естественно, Тинкеру это неприятно. Но, и не фатально. Опять же, что нам по Аганиму? По Аганиму тут пока что все туго. Полторы тысячи до него еще. Хотя нет, почему полторы? Триста до него, так что тут все очень хорошо по Аганиму. Единственный минус, что левел девять пока что. Тинкер. Тинкер прилетает, получает... Нет, ничего не получает. Мгновенная реакция Тинкера, закатывает сноубол в гирокоптер. Вот что-то вообще. Не получается подраться ни одной, ни другой команде, хотя VGT по идее не должны искать. Не должны. Так, здесь погибает... Вот он не слэш был лишний, конечно же, надо было сохранить этот достаточно серьезный ультимейт, но потратили это огнечко, говорит нам аннаунсер. Что здесь вообще происходит с Ancient Operation? У него тут какие-то несерьезные бои в собственном лесу, потому что он тут, видимо, ну, фармит, скорее всего. Но вообще ему сейчас не стоит, потому что... Ага. Ice Blast. Тинкер какой-то неуязвимый, конечно, пока что, но по счету у него 0-1-0, то есть пока что он ничего не делает. И видим, что огромное количество вообще людей, зверей в Рошпит забежало и очень быстро падает Рошан. Джаггернаут даже в арт не поставил, хотя мог бы. Но и Рошек падает. Заберет, скорее всего, естественно, Джаггернаут. ТПшка зря, возможно, выложил вот Аквиллу. Я бы выложил Аквиллу, потому что ТП всегда нужно. Кстати, он точно мониторит стрим. Ну, что за демон тьмы? Ну, для драки БФ ни о чем. То есть он там типа сплэш же дается мне сплэша, по-моему, но не знаю. По-моему, он не очень хорошо. Но это как бы полно отстой, если это какой-нибудь Свен собирает Battle Fury, вот это реально тупо. Если Кунка собирает себе Battle Fury, ребят, у них есть сплэш, забейте. Стоит смириться. Зачем вам еще больше сплэша? Я же понимаю, что это круто, но, но типа это реально, как бы это в теории круто, а вообще это дебильно. То есть Свену и Кунки, Battle Fury, нафига. То есть там есть намного более интересные штуки, но просто меня пригорело, я рейтинг слил из-за Свенос, который вроде бы вначале обнял, но он собирался в Battle Fury и по сути был бесполезен. Так, залетает ракета также по Джаггернауту, кстати, Джаггернаут здесь сейчас еще... Нет, Джаггернаут не умрет. Так, здесь был потрачен рор, Акс будет погибать Невермором. Даже ультима я тебе потратил. Ой, неплохой, слэш, неплохой кулдаун, но это пока что один в один драка. Где вообще здесь Джаггернаут где-то развлекается? Где этот демон Джаггернаут? А, как его не увидел? Да, был килл, забирает он, но по идее, да, трипл килл, но только что не про МП. И тут на самом деле я уже просто расслабился, потому что, ну тут все понятно. Лично для меня я прекрасно вижу ситуацию в биджете, играют они, конечно хорошо, но не в этот раз. То есть мы видим, что сейчас тут все очень плохо у них. Но на самом деле довольно забавно, если они опять затянут карту на 90 минут, как они умеют это. И 7.13, графики я показал, даже не называл там более 15 тысяч, если я не ошибаюсь, по экспе, а нет, по золоту, по экспе. Ну по экспе та же ситуация, то есть, но это не отыгрываемо, поэтому я расслабился, но хотя на самом деле вторая карта в любом случае как-то через известное место идет. Не знаю, почему у меня так. Первую как-то у меня всегда нормально, вторую как-то я еле-еле. Что, конечно же, довольно тупо. Очень интересно тут происходит событие. Давай слэм данком его. Было, кстати, смешно, если он сейчас погиб после того, как потратил блинк. Ну да, что за хейт вообще? Так, джаггернаут. Имеет он еще? Нет, у меня слэша у него нету, но у него есть аегис, так что, в принципе, он чувствует себя очень хорошо. Ну, это, конечно, некрасиво, но, опять же, не мне их судить. Можно было просто, конечно, проигнорировать, и стоило так сделать, но ничего страшного. Аеги скоро пропадет, так что, надо его реализовать как-то, где этот демон джаггернаут, за которым я его следить никак не могу. Так, ну, пока что не похоже, чтобы он пытался реализовать. Опять же, есть у нее блинк, я не знаю, почему он его собрал. На самом деле, в последнее время я не видел, чтобы его собирали. Ну, я не знаю, что-то фраж подфармливает своих, ему никто не настакал, так же. Ну, и будем смотреть. На боте, видимо, что серьезный пуш какой-то намечается. Это же здесь SF-чик, здесь Beastmaster и Tuscara, Beastmaster не крочил левел, левел 3 не крочил, и Скади себе докупил SF. Да, приезжает тому Скади. Естественно, серьезный демэдж теперь у него, серьезный, ну, вернее, демэдж как бы не то, чтобы очень серьезно, но он стал явно плотнее, 2200, 2300 у него хп, то есть это много. Теоретически, сейчас они могут попробовать зайти. Что там по Егису? Он еще не пропал. Надо заходить. Видим мы, что Ancient Operation пытается отдефаться, возможно, сейчас будет атака на него, и давайте, наверное, посмотрим. Ну, блин, здесь пуш, нет, все-таки атака свершилась, сагрили Ancient Operation, Ancient Operation умер. Не получилось даже застелить. Так, но здесь упал от Т3 Tower, упал от Т3 Tower. В общем, мы поняли. И что? Надо все-таки зафокусить один, наверное, барак. Рейнджовый падает, залетает Акк, залетает очень неплохо, но есть шейкер, какой дэмэдж, погибает один, погибает второй, но БКБ, Реквием залетает также очень серьезно, и ТПА делает Невермор, явно не по шансам. Пошел он не слэш, хотя, на самом деле, я не знаю, зачем он ТПА сделал, потому что Джаггернаут убивает двоих, Джаггернаут убивает троих, Джаггернаут убивает... и убивает четверых, и я не знаю, вообще, что с Невермором, почему вот он так решил сыграть. Погибает здесь БИСМАСТЕР, и, скорее всего, погибнет, наверное, Джаггернаут, он раскручивается, и БЛИНКАУТ. Надо было ему вард поставить, и, в принципе, ему не надо даже уходить никуда, потому что эти ребята его просто так не заберут. Ну, отдэфались, однако. ВИДЖИТи, хорошая драка была для них, но мы видим, что на графиках она никак положительно не сказалась для них. Хотя нет, опять же, там ворвался Шейкер очень топово. То есть, врыв Шейкера был просто 10 из 10, плюс Акс всех сагрил, но, опять же, это в... слишком большое преимущество они отдали просто команде без слива, БС, и Башер докупает себе Джаггернаут, где он тут есть. Кстати, у него еще Игл Сонг, возможно, это... Так, что там у него в курьере? В курьере у него, Башер и... Да, и Кватер Став. То есть, практически полностью он собрал себе уже бабочку, то есть, остался талисман на уклонение и будет... Ну, просто с бабочкой он будет очень жестким, я не знаю, как его пробивать будет Гирокоптер. Так, здесь Акс погибает, скорее всего, полинканулся не очень удачно шейкер и нет, Акс выжил. Кстати, они еще убили Тускара, я на самом деле не увидел, что в относительной близости находится количество героев. И что, неужели в виде GT смогут победить? Да, они потеряли линию в любом случае, но не полностью. Опять же, казарма мечников все еще стоит. И 11-17. Так, что-то по бабочке. До бабочки осталось совсем чуть-чуть. И просто, что делать с Джаггернаутом с бабочкой? Опять же, никакого МКБ тут и в помине нету. И, ну, магическим демеджем он как-то убивать. Опять же, БКБ у него нема пока что. И я вообще не уверен, что он будет его собирать. Тут, в принципе, много, конечно, что дамажит через... Не дамажит, вернее, через БКБ. Так что, в принципе, было логично. Но, опять же, бабочка долетела. Бабочка, Башер, Баттл Фьюри, Блинк Даггер и Саша Яша. Очень серьезный затар. Я не знаю, как они будут убивать его. Заразить и шейкер. Но шейкер пока что... Лол. Вот это он разводит, конечно. Не знаю, он мне сейчас какую-то подводную лодку напоминает, которая... Лол! Черт, фейсбласт спалил его. Подводную лодку, которая сама под водой, она перископ вот так вот высунула и смотрит, что тут у нас происходит вообще, но это ее не спасло, естественно. Что у нас тут вообще происходит? Акс. Имеет он Кримсон Гвард, имеет Форстаф, имеет Блинк Даггер и имеет небольшие проблемы. А возможно, и большие. Сейчас посмотрим, как у него все будет. повязать на него Рор и Невермор его просто уничтожает. Кстати, я вот не знаю вообще, точно он хочет вот так вот, чтобы это работало, чтобы Добинатор... Фига именно Добинатор, он хочет как-то через... Так, здесь, кстати, заходит Джаггернаут и милишный барак уничтожает. Раскручивается. Ракетку-то поймай, пока раскручены. Неопытный Джаггернаут не хочет ловить ракетку, пока раскручены и у него из ВИМ к этому всему. Так вот, с Кадди-то не работает, я не знаю, просто для стыдов. Мне кажется, что Добинатор сейчас не настолько полезен ему. Опять же, Сатаник это другое дело, естественно. Ну да ладно. А, кстати, Сатаник активно работает же, по идее, да, если другой орб-эффект активирован? Активен, правильно сказать. По идее, блин, я не помню. Я не помню, как работает Сатаник, он же активно, это же не орб-эффект. То есть, если активируешь его, но у тебя там дезолятор активный как бы, то ты все равно отжираешься вроде бы, нет? Так вот, так по идее было бы интереснее, если бы у него был, если бы у тебя был что? Было Скади, которая работает и Сатаник, который работает только когда активирован. По идее, это было бы интереснее. Но мы видим, что здесь все совершенно по-другому. Так, вкатывается в бисмастер. Ой, какой бисмастер? Тускар вкатывается в шейкер, залетает айс-бласт и по идее, шейкер здесь должен погибнуть. Так, шейкер погибает, залетает по дэмэджу довольно плотненько. Так, что тут по... Ага. Аеги забирает эсэфчик, ну и что? Надо заходить. Есть инфа по аксу, ой-ой-ой. Просто т-тайминг, абсолютно неудачный. Тайминг словился на джиггернаут, но ничего страшного. В любом случае, у него дд закончилось, но он сейчас зайдет и все у него, по идее, должно быть очень неплохо. Бабочку также докупил себе товарищ Невермор, и как их сейчас двоих убивать с этими бабочками? Я не знаю, потому что мясовать гирокоптер будет очень жестко. Нет, где гирокоптер? Вот он. Гирокоптер, кстати, имеет очень скудный натворост 10700, в то время как 24000 имеет у нас... То есть больше, чем в два раза пере... Что? Да, это действительно аганим, мне не показалось. Аганим так, залетает акс, шейкер залетает не очень хорошо на этот раз, все по сноуболу, реквием, и господи, как же разваливается команда VGT. Минус два уже есть, и по идее, сейчас будет... Кстати... Ага, я понял. Доминатор был вообще убран из этого затара. По-моему, шейкер дал все под сноубол, нет? ГГ. Это 2-0. Команда VGT проигрывает эту игру, команда без слива, естественно, оправдывает свое название полностью, и выигрывает эту игру. Аганим не затащил на тинкере. А на этом все на сегодня. Всем спасибо, не забываем подписываться, и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok